И снова Гродно. Сегодня здесь инспектировали энергоэффективный дом и признали его одним из лучших в стране. После года эксплуатации все умные системы работают отлично. Здание авторы проекта осмотрели вместе с международными экспертами. В белорусский город съехали строители, архитекторы, инженеры со всего СНГ. Этот дом один из трех, которые построили по проекту Proon в Беларуси и самый современный. Здесь установлена особая система вентиляции, используется тепло грунта, сточных вод и городской канализации. А на крыше солнечные батареи. И жировки у жильцов на треть дешевле. Особенно любопытно мне было увидеть солнечные батареи, как они работают, как они устроены. Хочу честно сказать, что я завидую этому проекту. Надеюсь, что мы в скором времени увидим больше результатов, больше аналитики. И воспользуемся данным опытом, чтобы внедрить подобный проект у нас в Туркменистане. Проект завершился. Мы считаем его успешным. Дома в Гродно, Могилёве и Минске построены, прекрасно работают. Нам удалось изменить законодательные нормы по отношению к таким строениям. Теперь мы сосредоточимся на проекте «Зелёные города». Внедрим энергоэффективные методики в сфере жилья и транспорта в Полоцке, Новополоцке и Новогрудке. Беларусь лидирует в СНГ по подходам к строительству энергоэффективного жилья. Пока это экспериментальные проекты, чтобы запустить массовое возведение, понадобится изменить тарифы на электричество, от которого питаются все умные приборы. Когда я беру по финансовой стороне, мне выгодно взять полю дешёвую энергию из тепловой сети, нежели из теплового насоса. Потому что киловатт-час электроэнергии дороже в 9 раз, а даёт он всего в 3 раза больше. Поэтому вот эти условные тарифы необходимо привести в порядок. Первый шаг в этом направлении уже сделали. В ближайшее время норма потребления электричества для таких домов вырастет на четверть, до 200 кВт-часов в месяц. Скоро в Гродно построят ещё один энергоэффективный дом, а в перспективе появится и умный квартал.